Всем привет, с вами RedOneRage, и по многочисленным просьбам, вот вторая часть PlaneCrazy, обзор построек, а также некоторых других вещей, таких как оружие и несколько лайфхаков. Ну там один, в принципе, но он тоже очень полезен. Давайте же начнём. Сегодня у нас в обзоре оружие взрывчатка, ещё оружие и ещё оружие. И сегодня я буду объяснять, как им пользоваться и как оно работает. Итак, начнём с самого лёгкого, взрывчатка. Чтоб активировать её, в принципе, то же самое почти со всем оружием, кроме пулемёта. Ну, так вот, начнём. Чтоб активировать её, мы нажимаем левой кнопкой мыши на блок взрывчатки, который вы поставили заранее. И чтоб активировать его, вы нажимаете в это окошко, там где эксплоуд, и нажимаете левой кнопкой мыши, и выбираете ту клавишу, или же мышкой вы хотите это делать. Ээээ, и чтоб его взрывать. Вот, допустим, я выбрал цифру 4. И когда я запущу в эту постройку, и нажму цифру 4, то оно взорвётся. То же самое и с этим блоком, они просто разной формы. Значит, идём дальше. Это блок пулемёта, его настраивать нельзя, он автоматически, по-моему, правая, не, левая кнопка мыши. Далее, я не знал, не знаю, как это назвать, и не знал, и это, вот что, вещь, которая, как бы, лавой стреляет, ну да, она лавой стреляет, и когда вы ей пользуетесь, постройки противника тают. Далее, у нас фейерверки. Далее, вот эта вещь означает, это высота, на которой они будут взрываться, то есть 12, это 12 блоков, я так понял, с этого момента, ну или дальше, там надо смотреть, ну там можно, в принципе, по ощущениям угадывать, то есть я вам покажу. Они взрываются, как только это расстояние заканчивается. Ну, ракета тоже лишь легко. Чтобы активировать её, нажмите, ну, цифру выберите. Клоус трекинг, это означает, что она будет трассировать, ну, противника, то есть она будет лететь за постройкой противника. Ну, в целом, всё достаточно легко и просто. Ну, я не пробовал без этого, но так она, в принципе, летит за постройкой противника. И у нас есть также резаки, катер это резак. Селф протекшн означает, что оно не будет свои же постройки ломать и всё такое. Ну, я так понял. Давайте же я вам покажу, как это всё работает. Значит, садимся в импровизированную машину. Допустим, подъезжаем к этой стене, и чтоб начать её резать, ну, вот. Значит, вот так увалуемся мне. Давайте я вам покажу. Или не покажу. Ну, нет постройок противника, на которых бы я мог показать. Ладно, идём дальше. Ракеты легко, понятно, активируем на цифру 1. Ну, я так всё забиндил. Чтобы активировать фейерверки, нажимаем цифру 2. Вот они здесь. Можно много выпускать фейерверков, и они будут взрываться именно вот на таком расстоянии, если 12 блок. И также, ну, магмовая вещь. Потому что она выпускает магму. Но, правда, её больше, по-моему, нету, потому что она была на ивенте. Вот как она работает. Выпускает магму, и блоки противника тают. Далее, пулемёт. На правую кнопку мыши. Ой, левую, точнее. На левую. На правую он не работает. На левую, да, работает. Ну, тоже тают блоки противника. И теперь взрывчатка. Взрывается и раздалбывает блоки противника. Вау. Как неожиданно. Ну, и потом они пропадают, само собой. Ну, это было, в принципе, всё оружие. Больше тут нечего показывать. Ну, это, по крайней мере, всё оружие, которое у меня было. В общем-то, вот. И сейчас мы переходим к самому обзору построек новых. Значит, первая постройка, которую сегодня я буду показывать, это вещь, которая просто ловит, как бы, вещи противника, да. То есть, как она работает. Ну, у неё просто для красоты есть вот эти блоки, которые снег создают. Есть сами лапы, которые работают и ловят жертву. И есть колёса. Всё легко и просто. Меня сейчас подорвали, я покажу всё, когда эта вещь развернётся. В принципе, принцип работы очень простой. Тут всё понятно. Да, вон он вышел, теперь можно. Вот мы сняли её, как бы, с тормоза. Раздвигаем лапы. И оно ловит противника. Вот и всё. В целом, другого смысла у неё нету. Это просто всякая рандомная вещь. Идём дальше. Далее у нас большой самолёт. Очень большой самолёт. Который почти что неуправляемый, но в то же время управляемый. Я пытался раньше построить самолёт из реальной жизни, но не очень получилось, как видно. Но он летает. Давайте покажу. Но летает он уж очень плохо, из-за его размеров. А игра не поддерживает такие размеры. Поэтому и результат сам по себе понятен. Но ходить в самолёте, в принципе, можно. Внутри. Тут есть место, чтобы ходить. Потому что это всё. Никакого другого смысла у этого самолёта нет. Далее. Есть вот эта постройка. Которая, ну, просто дрифт-кар. Но дрифтит уже очень сильно. Вот посмотрите на это. Как вы это назовёте ещё? Это же просто дрифт. Далее. У нас есть бомбардировщик. Который. Ну, это как бы вертолёт из прошлой серии. Но немного модифицированный. То есть. Сейчас покажу. Вот вы взлетаете, берёте эту вещь. Там я не помню, как отцеплять. Но, в общем-то, эта вещь отцепляется. И... Подрывает, в общем-то, противника. И там очень большой взрыв. Вот. Достаточно... Ну, ещё можно скатакрутироваться, как все знают. Но дело в том, что она создаёт большой взрыв. И много чего лагает. Потому что здесь примерно 200 блоков. Взрывчатки. И именно по этой причине она всё лагает. Далее. Можно сказать, это лайфхак. Как построить, в принципе... Сейчас я вам покажу, где я использовал этот механизм. Вот. Сам, короче. Сама постройка. И я сейчас вам покажу, где я использовал этот механизм. Спускаемся пониже. И спринтим вот до сюда. Значит. Иногда большие постройки не помещаются. И именно по этой причине надо использовать этот механизм. Тогда с тобой постройку можно сделать больше. Вот где он использован. И сейчас я вам покажу на деле. Вот я его забиндил вот так. В целом, всё рабочее. Самолёт тоже рабочий. На воде покажу. Значит. Просто на этом же авианосце импровизирован. Как бы это и есть авианосец. Но кого это волнует? Боже. И самолёт, который летает и тоже сбрасывает бомбы. Значит. Вот как работает. Эту вещь можно использовать, опять же, для постройки больших построек. И вот. После того, как я раскрутил эту вещь. Механизм. У нас появился большой авианосец. Который бы не поместился в маленькой строительной, так сказать, коморке. Которая нам даёт с самого начала. Давайте уберу якорь. И мы поймём, что самолёт, оригинал, застрял в авианосе. Но я считаю, что этот самолёт тоже летает. Потому что всё здесь работает. Далее. Кстати, это самая большая постройка, которую я делал вообще. У неё 1200 блоков. Есть, конечно же, вот эта. Она работает, используя вот этот винт. Импровизированный. Пытался сделать самолёт, который как бы в торпеду бросает. Но, как видно, ничего не получилось. Это точно не японский самолёт. И идём далее. Скоростной корабль. Скоростной, конечно же. Скоростной. И поворачивает он с помощью тоже вот этого. И у него есть... Он управляется на SVAD. Скорость на 1 и 2. В целом, он разгоняется до 95 км в час. И может даже немного летать. Немного. Ой, может и не немного. Ну, вот что такое он. Странный кораблик, но всё же. Опять же. Далее у нас идёт... Бомбардировочный вертолёт. Которого динамит есть. И как бы он летает тоже. Да. Ну, он такой себе, конечно же. Вот тот, который нёс 200 ТНТ-шек, он намного лучше. Сейчас я перейду в другой аккаунт и покажу самую лучшую вещь, которую я вообще построил. На моё мнение. Потому что она самая красивая и реальная. Значит, и... Раз, два, три. Ну, вот точно я поменял постройки. И вот механизм. Сейчас я объясню его работу. Принцип работы. Значит, ставим любую часть чего-то с этой стороны. Допустим, правой. Вот мы её так ставим, 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 ставим. Поставили. И вам нужно сделать что-то большое. И есть какая-то часть с правой стороны. Ну, или вы думаете её построить с правой стороны. Значит. Ну, вы тоже достраиваете вот тут всё. Далее. Вы заходите в материалы. Веджи. И здесь надо найти вот такую же веджу. И поставить её вот сюда. Сейчас я её найду. Ну, даже не обязательно вот такую надкушенную. Можно в целом даже... Хотя... Не. Надкушенную, наоборот, вам нужно не находить. Она не подходит. Вам надо найти именно вот такого типа. Почему? Да потому что не состыкуются части вашей постройки. Поэтому... Сейчас мы найдём её. На это может уйти некоторое время. Вот как раз она. Называется... Находится в ведж 2. И half ведж up. Вот. Нашли её. Молодцы. Желательно запомнить, какая она. Потому что теперь вы переходите в эту часть. Вот эта картинка. Эээ... Не. Не, она. Шестерёнки. Переходите в часть шестерёнок. Убираете motors. И motor 1. Почему 1? Потому что я его использовал. Просто не спрашивайте, почему. Теперь поворачиваете... Поворачиваете его так. Чтобы можно было подсоединить эту часть. Заходите в блоки. Ведж 2. Эээ... И... Ведж up. Ну... Правда... Ничего-то не нашло. Вот. Тэкс. Нашли. Развернули как надо. И поставили. Ставите ровно не на этот блок. И... Нет. Теперь вам нужно именно не халведж. А... Вам теперь нужно халведж даун. Вы ставите её на этот блок мотора. Поворачиваете. Крутите. Ещё раз поворачиваете и круть. И приставляете ещё одну к ней. Вы так сделали? Молодцы. Ну и теперь, конечно же, делайте вашу часть, которая тут. Не знаю, там, любую часть. Только желательно, я так понял, из того, что я знаю. Хотя, не. В принципе, я думаю, так оно работает тоже. Можете снизу не оставлять или оставлять в блок. Ну, вот так делаете. Ставите всё. Не знаю, вот это делаете. И после того, как вы это сделали, настраиваете мотор. Например, FR. То же самое, что и тут, в принципе. Но нету разницы, как вам удобно настраивать. Садитесь в кресло управления. И понимаете, что оно не работает. Почему? А потому что, похоже, вы сделали что-то неправильно. Или я просто рассказал, что это неправильно. Но, во всяком случае, на этой картинке здесь показано, на примере, что здесь ничего нету. И я, в принципе, могу согласиться, потому что оно работает, ну, вот так. И также надо не забывать, что здесь нельзя, чтобы был блок. Иначе он тоже не будет работать. И теперь, после того, как всё собрано, вы закрываете эту вещь. Также можно использовать не халвейдж, а просто... А можно просто использовать халвейдж, который находится в разделе «Ведж». Значит, вот такой лайфхак был. Именно с помощью него я и смог построить... Эээ... Свой большой авианосицу. Импровизированный. Да. Который использует именно вот эту часть. Вот. То есть, видите, снизу тут как раз нету ничего. Вот тут нету ничегошеньки. Тут можно, в принципе, поставить вот так, чтобы оно соединялось как конструктор. Всё. А теперь мы переходим на другой аккаунт. Хадыш. На другом аккаунте, который... В котором я много пользовался. Как видно, да. Есть у меня несколько интересных построек. Более таких крутых. Значит, вот, допустим, самолёт, который работает только на... Кастомных двигателях. Ну, как сказать, работает. Это не назовёшь, работает. Он, ну, уж очень неуправляемый. Но он летает. Совсем немного, правда. Но кого это волнует, он летает. Это самое главное. Правда, очень плохо, но всё же. И, по-моему, на моё мнение, самое лучшее, что я мог придумать, это Мессершмитт 264. Правда, миниатюрная версия, но она тоже работает. Если вы загуглите, то вам выдаст как раз красивый самолёт. Очень красивый. Я вам говорю, вам понравится. Значит, это миниатюрная версия. И она летает. Почему же здесь ракеты? Да потому что в PvP-режиме он не может защищаться. Потому что сюда поместить какие-то пуши было бы невозможно просто. Далее. Это кастомные пропеллеры. Ну, так сказать, они не кастомные, но они тоже работают. Поэтому, как бы, да. Было очень сложно всё синхронизировать так, чтобы работало. Оранжевые это топливные баки для равновесия. А я же полетаю на нём. Значит, он, в отличие от других своих собратьев, летает, ну, уж очень хорошо. Просто прекрасно он летает, на моё мнение. Конечно, у него есть, кроме кастомных двигателей, ещё тут двигатели. Но это просто потому, что только на их тяге он летел бы слишком медленно. Значит, как я и говорил, поворачивает он, ну, он очень хорошо. Прям вообще кайф летать на нём. Вот эти красные штуки, это ТНТ-шки. Которые запускаются, да. Они просто вкреплены. Просто, ну вот, на цифру 3 их выбрасывать можно. Правда, мало, конечно, он может вести. Но всё же это миниатюрная версия. И самое удивительное, это то, что QE реально поворачивает. То есть, задние оперения реально рабочие. На моё мнение, это самое прикольное, что я делал. И оно рабочее, поэтому... Да. За это я бы сказал, точно лайк надо поставить. Ну, в общем-то, это были все постройки. Хотелось бы сказать, что это, наверное, была заключительная серия. Плэйн Крэйзи. Потому что больше у меня нету построек. Да, и особо желания играть в это нету. То есть, да. С вами был Ред Рейдж. Ред Ван Рейдж. Спасибо за просмотр. До встречи. И буду ждать вас в новых сериях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова